Следующая наша тема это артикли. Да, в немецком каждое существительное имеет артикль. Есть артикли der, das, die. Люди расстраиваются, что есть артикли, но это просто факт и слова с артиклями надо учить. Итак, der это артикль мужского рода, das среднего рода, die женского. Приведу вам пример рекламы на телевизоре. Volkswagen das Auto. То есть это не просто Volkswagen, а это крутая машина, das Auto, то есть конкретно. Здесь что у нас? Определенные артикли это просто то, что есть со словом. То есть, например, der Mann, мужчина, das Auto, машина, die Frau, женщина. Значит, в немецком языке слово мужчина мужского рода, машина среднего рода, женщина женского рода. Но когда мы хотим рассказать о каком-то существительном, ввести его, мы его вводим через неопределенный артикль. Значит, у нас есть два вида артикля, ein и eine. То есть, каким образом? Если у нас существительное мужского рода, мы его вводим таким образом. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Это некий мужчина. Der Mann ist groß. И уже конкретно мы используем его артикль. Der Mann ist groß. Давайте я немножечко более конкретизирую. То есть, соответственно, когда у нас существительное мужского или среднего рода, у конкретного существительного der Mann, мы знаем, ага, der Mann мужского рода, соответственно, мы его вводим через неопределенный артикль ein, потому что мы еще не знаем, какой это мужчина. Это неконкретно. Далее, соответственно, у нас идет средний род. Das Auto. Соответственно, мы тоже его вводим через ein. То есть, обратите внимание, у нас мужской и средний род. Мужской и средний род у нас вводятся одинаково. Ein. Я вас очень обрадую, что 80% ситуаций разговорных, они так и происходят через ein. Das ist ein Mann. Das ist ein Auto. Das ist ein Buch. То есть, это мужчина, машина, книга и так далее. И женский род. Тут добавляется буковка «e». То есть, не ein, а eine. Да, то есть, соответственно, схема работает так. Да, то есть, я даже напишу вот этот момент. Да, то есть, исходит из рода. Вот смотрите. Смотрите. Der Mann. То есть, мы знаем, что существительное мужского рода der Mann. Ну, когда мы хотим его ввести, у нас это превращается в ein. А далее, когда мы говорим второе предложение, у нас это превращается в der. То есть, der, ein, der. Значит, das ist ein Mann. Это некий мужчина. И мы даем ему характеристику. Der Mann ist groß. Мужчина большой. Das ist ein Auto. Das Auto ist praktisch. Это машина. Машина практичная. Тут уже средний род. Ein тоже повторяется. Но идет уже артикль среднего рода. И das ist eine Frau. Die Frau ist schön. Это некая женщина. Женщина красивая. Я думаю, достаточно подробно я это объяснил. Поэтому мы переходим с вами к следующему слайду.